здравствуйте это проект простая экономика меня зовут ольга голодова сегодня поговорим о том как заработать на евровидении евровидение это не только яркое шоу и новые песни это еще и бизнес прибыль от этого конкурса как правило получают артисты города хозяева сотовые операторы и телеканалы история конкурса евровидения началась 60 лет назад в швейцарии тогда в первом шоу приняли участие всего семь стран зато в этом году уже 42 кстати расходы на проведение мероприятия страна хозяйка берет на себя частично в первую очередь деньги уходят на подготовку инфраструктуры стадионы гостиницы дороги так сложилось что существенную часть трат традиционно берет на себя большая пятерка великобритания франция испания германия и италия членские взносы рассчитываются индивидуально и ежегодно все зависит от показателей экономики в стране численности населения и других факторов большой пятерки автоматически гарантируется выход в финал конкурса считается что эти страны оплачивают от 30 до 50 процентов ежегодных расходов на проведение конкурса по оценкам экспертов городам организаторам проведения конкурса обходится в десятки миллионов евро самыми дорогими конкурсами евровидения считаются шоу в копенгагене 2014 году это 60 миллионов долларов в баку в 2012 рекордные 64 миллиона долларов и это официальные цифры неофициальные в два-три раза выше а например сербия не тратила бюджетных денег на проведение евровидения 2008 вовсе около четырех миллионов долларов выделил европейский вещательный союз еще постольку ждали сербская телекомпании и частные спонсоры а вот греция в 2006 году уложилась в 7 миллионов долларов причем организаторы умудрились еще и заработать 9 миллионов долларов бывает и так что страны отказываются участвовать в конкурсе потому что не могут найти средства на организацию евровидения в случае победы их участника так примеру в 2014 году решили поступить сербия болгария хорватия и кипр в этом году от участия в конкурсе по финансовым причинам отказалась португалия слову после победы русланы на евровидении в 2005 году конкурс украине обошелся по приблизительным оценкам почти в 70 миллионов гривен это на то время составило более 13 миллионов долларов по предварительным подсчетам министра культуры евровидении 2017 обойдется украине в 14 с половиной миллионов долларов эксперты предполагают что на конкурсе мы еще и заработаем вот как например шведский город мальму в 2013 году потратив не более 10 миллионов евро город заработал в несколько раз больше мальму посетила около 32 тысяч человек обороты туристического бизнеса выросли за это время на 21 миллион евро кроме того трансляция рекламы города в шведских и международных сми была оценена в 126 миллионов евро так что кроме денег вырученных от продажи билетов рекламы и размечения гостей город хозяин получит инфраструктурные объекты которые может эксплуатировать долгие годы после проведения такого конкурса это например парковки и транспортные развязки новые дороги и системы безопасности на улицах и наконец понятная система ориентирования по городу продублированные на нескольких иностранных языках появится в городе и новые кафе рестораны и гостиницы а это дополнительные рабочие места и налоги есть и непрямой эффект проведение такого конкурса в украине улучшит имидж страны и повысить ее туристическую привлекательность потенциальный доход от туризма в нашей стране в случае проведения евровидения оценивает почти в 10 миллиардов долларов за эти деньги можно будет обновить инфраструктуру не только в крупных городах но и в райцентрах стагулин например который принимал конкурс в третий раз неплохо заработал на гостях примеру ательеры сдавали апартаменты за 160 220 евро за ночь а в некоторых гостиницах цена составила 250 евро в этом году у нас есть все шансы заработать на европейском песенном конкурсе украинские сувениры и наша гостеприимность уверенно покорить самого предвзятого туриста правда нам нужно еще улучшить сервис подтянуть английский язык и самое важное стать культурнее начинайте уже сегодня а это была простая экономика меня зовут ольга голодова до новых встреч